Привет, друзья! С вами Соляныч, а это Фростборныч. Возможно, ты скажешь, ну ты, Соляныч, уже обнаглел в край, ложись, отдыхай. И ты будешь прав, ибо ты ожидал чистого форма от Солянки, но он немного наглый, и решил сэкономить своё время и ресурсы. В оправдание Солянычу я скажу, что эта локация самая жёсткая в игре. В Соло не то, что нечего ловить, но всё же очень сложно. Рекомендую минимум в дуо фармить орешек, тем более, когда вы такой нубас, как я в ПВП. В чём моя наглость? Я когда заходил в разлом и сразу писал в чат, что мол, я снимаю ролик по фарму орехалка, пожалуйста, не убивайте меня. И таким образом половину ореха я нафармил за счёт помощи других людей на локации, они отводили мобов. А я рубал руду, некоторые даже защищали от других игроков, и давали выйти, некоторые стражили мой лут, когда я попадал под ульту великана. Я очень благодарен этим ребятам, и покажу их всех чуть позже. Если ты не Соляныч, то такое у тебя не пройдёт, но всё же я рекомендую вам общаться в чате на локации, это не поление себя на локе. Поверьте мне, если там есть семья вамхана в любом случае, если тем более орех расположен возле трассы, а не в глубине локации, где через мобов вы хоть как-то да сможете уйти, если, конечно, они вас не сольют, потому что мобы там все жёсткие. Общаться в плане договора с другим игроком, мол, давай поделим орех пополам, и не будем бить друг друга, потому что половина игроков, особенно семьи, заходят в разломы только ради ПВП. И вы можете сказать, что вы бомж, у вас ничего нет, кроме кирок, и вам нужен только орешек. Вот у меня как раз осталось полос на последние две кирки, фармил я на телефоне, а сейчас вот пишу этот фон уже после того, как я всё нафармил, и полос у меня нет, чтобы записать вам несколько дублей лутания ореха в разных уголках карты, да и локация доступна только раз в час, времени нет нарезать кучу дублей, но принцип и так вам будет понятен. Иллюзионист очень хороший класс для фарма орехов соло, так как у него два навыка на отогревание мобов, и клоны хорошо задерживают великанов, ещё сюда отлично подойдёт шаман с его страхом и оцепенением. Ну и для разведки, где находится орех, можно использовать архимага, также на нем легко выйти из локации. Мне очень повезло, и не нужно искать, где находится орех, сразу возле моего спавна, но так бывает редко, в основном он где-то в ебенях карты. Сливаю шамана, а великана не имеет смысла 1200 здоровья ему сливать, просто немного отводим от ореха, кидаем клонов и бежим рубать орешек. Он к нам подходит, мы ещё немного отбегаем от ореха, кидаем балас и забираем орех. Опасаемся ульты великана, если он попадёт по вам, это смерть. Четыре метательных молота упало с моба, не дурно так. Делаем скачок и разогреваем моба. Сейчас бегу на выход так, как думал есть опасность потерять орешек, но смотрю редже отключает агрессивный режим и начинает мне помогать. Вот почему я пользовался тем, что я ютубер и писал в чат не убивайте меня. Если вот как сейчас сразу два орехалка в одном месте, то я фармлю сразу два, если один и я не знаю где второй, то я бегу на базу и сохраняю один орешек в размере двух штук. Лучше взять два из четырёх, чем уйти ни с чем, ибо тебя завалят за это время, пока ты будешь искать второе месторождение ореха. Ещё берите с собой развейку, чтобы у вас был шанс выйти из локации, я не брал их с собой, потому что они все лежат для розыгрыша, который сейчас идёт на канале. Ну вот таким макаром, с помощью реджи я зафармил второй орех. Да если ты не солянка и не просишь в чате не трогать тебя, то исход был бы скорее всего другой. Но все же пробуй, общайся с людьми на локации, может они сильнее тебя. Но допустим у них может не быть кирки, ты зафармишь орех, а они будут тебя прикрывать, и потом вы поделите его пополам. Это хороший варик, пользуйся. В игре очень много хороших людей. Собственно вот все эти люди которые прикрывали меня. Огромное вам спасибо ребята. Люблю, целую в плечи. Субтитры сделал DimaTorzok Давай ещё расскажу немного инфы. Как видишь я зашёл на последних секундах перед закрытием разломов, чтобы показать спаун ценов разломов, если ты там останешься на дольше чем 15 минут. И мне только на монтаже этого видео дошло, что таким образом почти безопасно можно фармить орех. В это время уже на локации почти никого нет. Да и тебе может заспавниться чистая лока. Как видишь орешек ещё не тронут, а кирок у меня нет. Если кто не знал, с одного месторождения орехалка вы получите 2 ореха. Таких месторождений всего 2 на локации. В сумме за раз можно добыть 4 орешка. На это уйдёт у вас 2 целых кирки по одной на одну руду. Думал написать Мурзику, у тебя есть кирка, но он вышел. Как видишь сынов разломов спавнится всё больше со временем. Они отогреваются и стоят на одном месте. В таких условиях вполне реально фармить орех. Но все же рекомендую тебе одевать фиол. Так будет проще. Я таким образом не фармил. Так как только сейчас дошло, что можно заходить на локацию на последних секундах. Если тебе не нужно как мне фармить этот ресурс, сотню ореха за 3 дня, то можешь пользоваться этим способом. Просто велика вероятность, что за это время на локации уже не будет ореха. Если конечно тебе не заспавнится фуловая лока, ещё эту локацию как и остальные можно обновить, просто открыв два сундука. Но я тебе не рекомендую это делать пока ты не отнесёшь орех на базу. И только потом если ещё достаточно времени ты можешь попробовать обновить её, чтобы урвать больше. У меня получилось сделать это только поздно ночью. Обращай внимание на мобов кто и что из айд. Все они по-своему опасны и очень сильны. Жёсткая комбо когда тебе даёт провокацию моб и великан попадает по тебе ультой. Но и просто без великана они тебя загасят толпой на провокации или стане. А ещё на этой локации часто можно встретить бомжей. Это люди, которые плохо одеты, так как я сейчас. Они на тебя травят мобов, кидают волосы, всячески пытаются тебя загасить, чтобы забрать твой лут, выжидают в кустах, когда ты срубишь орех. Или например, ты отводишь далеко великана, прибегаешь обратно, орешка уже нет. Будь бдителен. Эта локация очень жёсткая, у неё даже нет разбития на соло локу и семейную. Она сразу подразумевает фарм или пвп только семьёй. В соло тяжко добывать орех, рекомендую минимум вдвоём. Так проще мобов уводить от ореха. Здесь нужно действовать быстро. Помни, пока ты рубаешь орех уже по краю карты, кто-то бегает и ищет тебя. Трудно сказать точно, сколько я всего потерял. Потому что, как ты мог видеть в начале видео, я бегал только в убитых вещах, которые не жалко потерять. Во всяком случае сеты так точно. Убитых сетов у меня было много, поэтому всё равно на них. Скажу точно, что из-за пвп или смертей от мобов, я потерял 4 фуловых жнеца. А ну и конечно тонну бинтов уходит на это дело. Где-то половину гроба бинтов я потратил, бальзамы некогда юзать. Хоть я и беру с собой похлебки, но редко их использую, тупо забываю за них. Я не пвпшер, у меня нет этого в крови помнить о похлебках на загрузке локации. Вроде всё, что хотел сказать, сказал. Может что-то забыл? Дополни пожалуйста в комментариях. Ну и конечно же с добытого орешка я буду крафтить зачин. Как раз мне он сейчас очень пригодится. Мы с ребятами снова решили повыполнять клановые задания. Я хотел конечно вам разыграть эти сеты, но извините, сейчас зачин нужен самому. На канале сейчас и так проходит крутой розыгрыш, где целых 4 сета зачина, не считая всего остального. Принимай участие. У тебя ещё есть время выполнить простые условия до 12 сентября. Шесть сетов вышло со 108 ореха, за три дня форма. Минимум 30 раз я сходил в разломы, ну и на кирки было потрачено 300 плюс полос. Как тебе результат пиши в комментариях. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok